Итак, привет Пашок, привет Димыч Андреевич, с вами я Кирилл и я продолжаю, собственно говоря, проходить Resident Evil 4, третий сезон, вторая серия. Итак, начнем. В предыдущей серии мы так немножко, в общем, пострадали от начальной базы военных, да, так сказать, застряли на чуть-чуть и сейчас мы продвигаемся вперед, собственно говоря, вот мы уже продвигаемся вперед на спасение Эшли и вскоре мы ее спасем. Так, тут начинается опять у нас нападение, так сказать, с ним всех тут. Просто берем винтовку первого, потом не начинает уже прыгать, так вот по очередности, так раз, раз, потом вот так делаем, и все. Да, пырнул у нас, но благо у нас есть зеленая трава. И мы продвигаемся, собственно говоря, вперед. Кстати, как нам туда добраться? А, наверное, никак. Хотя, если бы мы бы играли за аду вон, то, думаю, мы бы добрались. Итак, и сейчас при походе прохождения, в общем, да, сегодня я не должен его записывать, в общем, прохождение, потому что сегодня понедельник, но выдался такой момент, так сказать, у меня никого нет дома, поэтому можно записать. Но это бывает редко. Все, продвигаемся вперед. Секундомер я уже засек давно, так что все нормально. Да, все же мы уже продвигаемся к финалу, да, все больше и больше продвигаемся к финалу. И что хочу сказать? Хочу сказать, что на протяжении всего прохождения я действительно получил колоссальное удовольствие. Так что положение к этой игре у меня хорошее. Вот даже, да, и много раз я фейлил, у меня не получалось проходить, да, я проигрывал, но это не говорит о моем кривстве, так сказать, можно. Просто такова сложность игры. Сейчас я хочу поговорить о том, какую игру я буду проходить для тебя, пацанючек, дальше, но уже летом, так как у меня много учебы. Поэтому у меня нет времени на это. В этом же прохождении я хочу попросить у тебя прощения за то, что прокачал пистолет, не зная, что тебе это не понравится. Так что ты не думай. Потому что я специально его прокачивал. И я думаю проходить, не знаю, ты хочешь, что финал файт, но что проходить. Я, в общем-то, не желаю его проходить, собственно говоря, по своей воле. Но раз уж ты хочешь, то я его пройду. В принципе, игра не очень-то большая. Но позже я обязательно, как я уже обещал, сделаю прохождение резиденту-5. Сделаю обязательно прохождение резиденту-5. Где-то в июле, может, это так. Да, я сейчас выбежал какой-то, идиот, блин, что он вообще делал, не пойму. Реально, что он здесь делал? Серьезно. Так, и, собственно, перейдем к сюжету. Так, мясо протухло. А я бы сейчас отведал свежий бештек с кровью. Шутник ли он? Лайон, Скотт Кеннеди-то наш. Лайончик-то наш. Чтобы попали, мы, собственно говоря, в тюрьму. Да, вот такое вот поселение тюрьмы. Здесь-то и держит Эшлин, и нам нужно ее, в общем-то, спасти. Бежим, мы спасти, мы должны столкнуться с врагами, с военными, но не только с военными врагами, но и еще с врагами немножко помощнее. И ты, пацанечку, уже, наверное, знаешь. Такие это враги. Да. Так, кстати, оден я в шапке-ушаночке, если ты не заметил. Прикольненько. Ой. Да как он так резко-то влазит? Да, так вот. Мне ну реально вообще хренили. Я не хочу помирать. Все, надоели. Афига я использовал. Ну ладно. Очень страшно. Тут нет таких особо сильных таких боссов, поэтому я думаю, что... Не стоит, да уберись ты уже, а... Господи, боже мой. Не, я лучше предостережусь от этих случаях нудобовиков. Ну я веду... Небольшой тратки. Блин, не успел прийти уже все траты, уже все аптечки потратил. Ё-моё. Ты идти-то сюда будешь? О, на этот ассаде выскочили. Так, ну это я-то убью, и... Ты иди ты отсюда, блин. Не дал мне патрончики, эти пистолеты взять, вот нахало. На этот раз музыку не пройти, наверное, не получится, потому что у меня телефон на зарядке стоит. В общем, кажется, не будем медлить, что они здесь делали. Как видишь, они здесь пили-пили. Так, в общем, тут мы все собрали, тут весь этот бред. Что мы тут еще, давай посмотрим. Что-то можно еще взять. Да все, в принципе. Все, убегаем отсюда. Итак, тут мы сейчас нашли такой, в общем говоря, камушек. Попробуем вставить его в этого кота. Да, он вставляется. И таких, если я не ошибаюсь, нужно еще вставить где-то камни 2-3. Так, все, тут уже все прошли. Так, теперь идем в собственную рост. Перезарядимся. И сейчас будет кат-станка. Выбаный ты, черт! Извините, пожалуйста. Ну, как еще можно? Вот я бы посмотрел на это. Поможешь, ты поможешь. Сейчас держит ее в одном из мест, и он уже засел в это место. Говорит, вовремя он засел, потому что эти тупые, по его словам, тилетанты, отключили камеры, потому что его спалили. Ну, хреново. Ну, они, гады, недрущимые, победим, пошел, конечно, мы победим. Так. Ух ты. Найдем еще два камня. И продадим этого кота. Как говорится. Сейчас будет один такой тяжеленький моментик. Но он не совсем тяжеленький, но тяжеловатый он точно. Этот моментик такой вот. Так, тут у нас продавец, продавец, продавец. Тойный знак, а те купец. Итак, давай чуть линием кубок. Естественно, опять куплю аптечки из того, что, блин, реально не успел уже войти. В вторую серию третьего сезона уже, блин, все аптечки потратил. Так нечестно, реально. Я так не играю. Кубить патрон. Карта сокровища. Ну, хопку. Не держи, пошел все с покупкой. О, позор. Фу, фу, я знаю, ты сейчас так говоришь. Молчи, понял? Пау, меня. Я не позор, разве что-то купил. Прокачаю. Прокачаю, чтобы прокачалось больше денег, мне хватит на прокачку. Все, давай, сохрани. А, блин, тут же не сохраняешься. Блин, тут пир. Аптечка, о, блин, аптечка. Машинка, она далеко от этого продавца, так сказать. Ё-мо-й-йо. Вы что? Привинайся. Ух ты, изумрут. Идиоты, блин. Они заложены сутки, конечно. Что за сами, да? Идиоты, блин. Топорылы. Да, посмотрим, что они сейчас будут предпринимать. Это только первая партия мальчика. Видишь, а ты, хочешь, прокачал её, блин. Зай, сука, я их убиваю, блин, уже два часа. А, а если я его не прокачал, что было бы? Я бы, надо, их, вечно, сберно, наубивал. Это только первая партия, сейчас будет ещё две или одна. Ну, минимум одна. Ух ты, ё-моё. Видишь, резко у нас бил. Это уже лучники у нас пошли. Нет. Всё. Да, быренько мы их так прошли. Сейчас тут ещё один, в общем, и дебил остался. Который ни разу не забил. Мы просто его, оп, и убьём. Ух ты, какой сильный дрыща. Мы тебе будем бить. Всё. Ух ты. Красная трава. И мы продвигаемся, как говорится, далее. Далее. Во все это не понятится. Степенно мы её ищем. О, уже вот у меня аптечка есть, одна такая тоже хорошенькая. Запомни, я не опозорился бы. Если они даются эти аптечки для покупки, для того, чтобы их приобрести, то их надо приобретать. Вот если бы разработчики считали ненужными аптечки продавать на профессиональной, они бы это не продавали. А если они это продают, значит они считают нужным это сделать. Значит, они говорят, покупай игрок аптечки, раз мы их продаём на профессиональной. Так что не говори ерунды. Потому что позор не позор. И ты сам сказал мне, в общем-то, прокачивать оружие. И не говори то, что ты имел в виду недосильный, недо... в высокой степени прокачивать. Ты сказал, прокачай оружие. Я его и прокачал. Не было уговорено в разговоре то, что нельзя его прокачивать аж до самого конца. Ты просто сказал слово прокачай. Я его и прокачал. Вот, уже нашёл вот изомбруда. Что-то мне зелёные стали попадаться часто, а не красные. Ну, зелёные они в основном под конец игры попадаются. Так, куда мы тут попали-то? Пока тут никого нет, но скоро тут будут одни неприятные гости. И так, нужно найти, в общем-то, такую карточку ключ от морозильника. Чтобы попасть там, в общем... О, почат. Магнул, уважаю, магнул. В общем, нужно найти вот отсюда нам... А, она и так открыта ключ, я эту туплю. Тут должна карточка ключ быть. Мы её идём смотреть, если она переводит. Нет. Так. И... Тот, кого мы сейчас видим на этом... На этом лежат чтения, так сказать, очень неприятный гость. Точнее, мы для него неприятный гость. И... Говоря кровавыми словами, он нас изнасилует. Так, сейчас будет такая небольшая головоломочка. Я её всегда с помощью рандома разгадывал. Как-то постоянно. Так, ну... Так, ладно. Давайте попробуем рандомом её разгадать. Очень нужно, чтобы эти... Расстелки были повернуты, в общем... Очень симметрично, так сказать. Да, вот как-то вот так. В общем, чтобы они все мигали. Всё, видишь, я рандомом чисто разгадал её, и всё. Не, ну, как-то помню, я даже мучился с этой головоломкой. Это даже рандомом. Ну, когда-как, 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 когда-как повезёт. Так. Сейчас я приду, посмотрю секундомер. Так, проходим. Уже мы 13 минут где-то. Где-то так. В общем-то, нормально. Ну, бипец, я сегодня суп переперчил, блин. У меня всё... Какая-то кашель всё до сих пор идёт. Так, написка Луиса 3. То есть, МКО 7. Давай прочтём. Ужасные существа, такие как Эль-Гиганты или Навистадор, являются всего лишь побочным продуктом дьявольских и антигуманных экспериментов над объектами, которые раньше были людьми. Но есть один тип существ, который значительно отличается от всех остальных. Их называют регенератор. Регенераторы обладают превосходным метаболизмом, благодаря которому они быстро восстанавливают любую потерянную часть тела. Я никогда не видел ничего подобного. Само восстановление даёт регенератора практически неуязвимым, делает его для обычного оружия. Но убить его всё же можно, как и всякое живое зачастую. В его теле живут ласплагоз, похожие на обычных пиявок. Невооружённым глазом их увидеть нельзя. Определить их положение в теле можно только с помощью инфравизора. Чтобы остановить процесс самовосстановления, нужно найти и уничтожить пиявок ласплагоз. Насколько я знаю, регенератор является носителем не одного, а многих пиявок подобных ласплагоз. Чтобы убить регенератора, нужно убить всех одного паразита, находящихся в его теле. Ну да, в общем. В общем, регенераторы, да, это будут наши новые враги, будут попадаться нам. Попадаться, когда мы возьмём, собственно говоря, эту карточку ключ. Очень-таки неприятные враги для их уничтожения. Можно, конечно, угадать местам, где находится ласплагоз и всех убить. Но их убить не так просто. Нужен специальный инфравизор. Вставить его нужно в винтовку, которая у нас имеется. И что, что, что. И просто этот инфравизор покажет нам, в каких именно местах засели эти ласплагозы, чтобы их истребить. То, что если мы будем просто у него парить, мы, конечно, его убьём, да, но потребуется очень много патронов на это. Так что нежелательно. Налёгко, конечно, можно. Налёгко, конечно, можно и всех так просто убить, а вот профессионально нужно, говорится, только по уму. По уму, побивать. Помогите! Знаешь, почему, Боже мой, я тоже столу, помогите? Потому что у меня нет только этого инфравизора. Потому что он попадётся нам в морозильнике. Но пока что у нас нет инфравизора, мы просто его свалим пока что сном. Так, пока он упал. Убивать пока лучше не стоит, потому что смысл какой пока что. Так, вот мы взяли карточку, по-моему, от морозильника, если я не ошибаюсь, если может быть и нет. Сейчас будут опять попадаться эти... Блин, помогите! Блин, ё-моё, я боюсь тебя. Ну, кто меня бежит изнасиловатся, так, по-моему. Эти чуваки мне припец как мне нравятся. Потому что они, правильно, обнахвили. У нас какая-то... Ой, как страшно! А, тут были. Падаются обычные билы. Так, быстрее, пока он не встал. Всё, отлично. А, тут мы уже были. Чё-то я подтуплю чуть-чуть. Так, туда идём, сюда. Замок сломан. А, мы вышли, в общем, со стороны, когда мы пошли, не помнишь, мы... Только вот что зашли в тюрьму тогда, и Владом дверь на закрыто. Вот, в общем, мы её сейчас сейчас её открыли. Так. В общем, куда мы держимся в путь? В морозильник, пока что. Он не делает, но нас даже не видит. Мы пока так вот, как говорится, аккуратненько откроем. Мог, что этот ключ подходит? А, нет, это, наверное, не подходит. А, не подходит. Отлично. В общем, в этом-то месте и находится инфравизор. По идее, должен находиться, по крайней мере, на профессии... Ну, и на среднем он был. Набираем. В этом месте можно хорошенько нафармить патрончиков, там, от всего, там, аптечек. И тут их не дефицит, в общем-то. Прибор. Данные ключа переписаны. Ну, да, в общем-то, мы тут один ключ нашли, просто переписываем его, чтобы открыть другие двери. Выключим заморозку. Всё это, наверное, размораживается наш инфравизор. И мы... Ну, и мы, собственно говоря, его возьмём. Только вот у меня одно плохое предчувствие. Я не знаю, можно ли вставить его в винтовку старого типа. Либо же придётся нам покупать новую. Потому что... Если в старую ставить нельзя, то не будем же ему мучиться, правильно? В общем-то, пока что не будем в этой части. Если Пашень не разрешит, то... То, естественно, купим. Для начала попробуем вставить. Может быть... А, нет, тут что-то тут имеется. Так что, может быть, в этот отверстие можно его, собственно говоря, вставить? Вот он, вот этот вот провизор. Единь. Да, можно вставить, отлично. Я думал, нельзя. Вот, всё, вот так вот мы видим эти фигни. И просто вот так вот стреляем в эти точки. Ну, вот эти вот кружки, которые подсвечены красным цветом. И всё. Но он ещё не умер, так у него сзади есть. Это самое, самое, конечно, хреновое. Мы просто вот так вот. Блин. Блин, чё бы побрало этого тук-тук. Я хотел его свалить с ног. Какого нахрен я жил? Ты пошёл, ты блин, тупень. Я тебя, блин, убью, понял? Как он так быстро-то, я не понял, чё такое? Бред какой-то в натуре. Как он так быстро-то дошёл? Я вот так и бежал полностью. Вот гад, а. Гадёныш. Опять нам инфраизор брать перейдётся. Тварь. Блин, вот это вот бесит реально. Вот когда у него сзади эта хрень находится, блин, на натуре. Приходится, блин, вот сзади как-то оббегать каким-то тупым образом. Быренько-быренько. И быстренько у него стрелять сзади, в спину. Чтобы он... Пока он не успел повернуться, блин. Гляд, тупо, я. Не, вот как по скрипту, блин. Капком любит. Преподносить сюрпризы. Повезло, что вообще можно в эту винтовку... В винтовку вставить инфраизор, блин. Чё, прокосил, что ли, я не понял. Вон у него сзади даже бьет, бьет. Да, вот как видно, он восстанавливает свои раны. А для того, чтобы он их не восстанавливал, нужно... И как он... Отсюда он как схватил? Как он отсюда схватил, я не понял. Когда он упал, когда он упал, схватил, я не понял. Не, реально как-то тяжело. Я не знаю, чё это такое вообще. Чё, не могли что-ли сделать с одних сторон, что ли, у него этих лас-планов? Чё, надо обязательно со спины, что ли, ставить? Я же не могу из-за этого пройти. Да подключайся. Блин. Да, в играх не больше, что бесит это вот застревание на каком-то определенном моменте. Действительно. Да, блин. Ё-моё. И может быть мы его в сраку, может просто от него убежим. Но я знаю, кто появится, когда мы... Да, блин. Ладно, пофиг, надо его убить. Просто делаем вот так. Господи, боже мой. Да... Да как? Я же старался, делал за всех сил. Ладно, японо, какого проходить надо. Всё, я понял. Парень вообще охренел. Вообще беспонтовый. Реально. Всё, я его сейчас... Может, у этих идиотов нет рода, но пофиг. Снова... Снова... Не будет парнем, будет плакс, и когда мы сейчас его заварим. Этого скотину, блин. Который меня просто сбезил. Сука, блин. Сука, блин. На то я его урою, блин. Задолбал уже побеждать меня. Товарь. Молится. Пускай сейчас будет. Чтобе его не убил. Но ему это не поможет. Блиин. Да, посмотри. Чё, у меня камера, что ли, снизилась? Я не понял. Как мне записывать? Да вот так, что ли? Чё она у меня упала-то, я не... Всё, пускай он не убил. Блин, веб-камера упала. Подожди секунду, пошли. Так, надеюсь, меня видно. Вот он тут. Дрыщ. А, блин, я не сделаю, не сделаю, не сделаю, не сэкипировал. А, то, что забыл сделать. Применить. Теперь, если он меня тронет, то у меня жизнь не закончится. Чё, блин, после каждого выстрела это бред, полный. Конец-то, блин. Но он никогда его не убью, блин. Не повторяю, мне тяжело, блин. Существует, когда он после каждого выстрела, блин, еще перезаряжает. Вот это мне бесит. А, нам надо было только так, что собевать, потому что это... Что опять этот дрыщ? Да пошел ты, я вас всех убью. Иди отсюда. По-то этого, по-ходу, сзади хрени нет. Блин, у него есть сзади хрень. Чё, опять, что ли? Я не понял. Ну, убивай, убирайся ты. Нет, этот бред. Короче, делаем просто вот так. Просто очень легко и просто. Это сейчас я просто тупил. Сейчас мы сделаем очень легко и просто всё. Как говорится, на изи. В общем, сейчас мы скоро дойдем уже до сохранения. Сейчас сделаем мы всё на изи. Я понял просто, как с ними надо бороться. Блин, это вот зря я сейчас промахнулось. Блин, они ещё с двух сторон окружили вот это вот с этим хреново. Да, пофиг. Пройдём всё равно, рано или поздно. Блин, если бы я не прокосил бы, блин, всё было бы нормально. Ничего страшного. Вот так. Так, теперь идём сюда. Так, ну, собственно говоря, и всё. На этом я прервусь. Хотя, наверное, не прервусь, потому что... Блин, где сохранение? Я же жду, уже жду. Оно, наверное, где-то там. Я точно помню, тут где-то есть сохранение. Не, серьёзно, я помню. Где-то здесь оно реально есть. Только я почему-то... Блин, опять этот дрыч. Всё, просто когда в новую мы стреляем, просто мы стреляем издалека. Чтобы пока он там прыгал, мы успели перезарядиться. И тут, если я точно помню, есть сохранение, надо его просто найти. Потому что, ну, как бы, я уже должен заканчивать, а никак не знаю, где сохраниться. Можно, конечно, вернуться, но... Не, наверное, тут всё-таки нет никакого сохранения. Что-то, наверное, я ступил. Ну, да ладно, пофиг. В общем, всё. Я там сохранюсь. Сохранюсь. В общем, сзади. Ну, где мы и начали вторую серию. Потому что там уже дальше долго ещё проходить. Всё, на этом всё, пацанечек. Это у нас была вторая серия третьего сезона. Да, такая довольно тяжёлая. Проходили её на полном серьёзе. И, собственно говоря... Всё, удачи тебе и пока. Увидимся в следующей серии. Ну, в следующей серии уже будет по расписанию. Всё, давай, пацанечек. О, кедова.